Достойный урожай, несмотря на санкционное давление и природные катаклизмы, это победа и огромный вклад в продовольственную безопасность страны более двух сотен тысяч скромных трудолюбивых сельчан. Именно благодаря их нелегкому труду на столах белорусов свежий хлеб и вся продуктовая корзина отечественного производства. Сегодня в нашей стране день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. С профессиональным праздником работников и ветеранов поздравил президент. Фундаментальными ценностями белорусского народа всегда были созидательная любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду. Именно эти традиции помогли построить сильное независимое государство. Агропромышленный комплекс успешно и стабильно развивается. Внедрение передовых технологий земледелия и животноводства, модернизация перерабатывающих предприятий, постоянная работа ученых по улучшению семенного и племенного фонда открывают широкие возможности для будущих достижений, отметил глава государства. Также Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем аграрии продолжат приумножать производственный и экспортный потенциал отрасли. Масштабные торжественные итоги этого аграрного сезона подвели накануне во Дворце независимости. 600 гостей – это герои жатвы и ветераны отрасли. Президент поблагодарил всех аграриев за труд и наградил лучших работников АПК. Белорусы намолотили более 10,5 миллионов тонн зерна. Впервые в истории произвели больше тонны хлебов на человека. Вы самые скромные, но самые надежные, самые трудолюбивые из всех нас. Все выдержали. И пандемию, и санкции, и попытки втянуть вас в политические игры под видом мятежа. Прошли испытания с честью и достоинством, потому что всегда заняты делом. Знаете цену, труду, мудро и реалистично смотрите на нашу порой бешеную жизнь. Благосостояние дается только созидательным трудом. С вами мы сделали многое ценой напряжения сил народа в кооперации с нашими близкими и дружественными странами. Предстоит еще больше. Задача по выравниванию доходов на селе и в городе все еще актуальна. Спрос соответственных будет усилен. Но деньги нужно зарабатывать. Слагаемые известны инвестиции, технологии, дисциплина. Государство продолжит оказывать поддержку селу. Модернизации производственной базы. Прежде всего строительстве молочно-товарных комплексов. Приобретение дорогостоящей техники, миллиарации и других. Эффективное производство основа нашей деревни будущего. Белорусская ценят за натуральность и качество. Свыше 100 стран покупают наши продукты. Экспортная выручка в этом году превысит 20 миллиардов рублей. В Казахстане начались досрочные президентские выборы. Более 10 тысяч участков открылись с самого утра. В главную политическую гонку вступили шесть кандидатов, включая действующего главу государства Касым Жамар-Татакаева. Он проголосовал одним из первых. За выборами следят более 600 международных наблюдателей. Есть делегации от Беларуси. Наблюдатели сообщают, что волеизъявление проходит в спокойной обстановке. К полудню по нашему времени явка превысила 50%. Проголосовать за своего кандидата граждане Казахстана могут и в Беларуси. В нашей стране два участка. В консульстве в Бресте и посольстве республики в Минске. Люди идут с самого утра. Волеизъявление по новым правилам после корректировок конституции. Мы хотим видеть в будущем сильное государство, сильный Казахстан. Мы сейчас ощущаем, как это происходит. Я сегодня сделала выбор за того лидера, который способен это обеспечить, который это обеспечивает. Ну а нам что? Мы должны способствовать. Выборы, которые проходят, они особенные. Потому что мы избираем президента на 7 лет, только на один срок. В дальнейшем повторно президент избираться не может. Поэтому здесь очень важно, чтобы каждый человек осознал ту ответственность, которая на нем стоит. И лично участвовал в выборе развития своего государства. Процедура не занимает много времени. Сразу после регистрации гражданин делает выбор и опускает бюллетень в урну. За процессом также следят наблюдатели. Зарегистрировано в Минске 172 избирателя. А в Бресте зарегистрировано 77 человек. Избирательные участки начали свою деятельность с 7 утра и будут продолжать свою деятельность до 8 вечера. До 20.00. В настоящее время в Минске наблюдается высокая активность избирателей. У нас есть два гражданина, которые прилетели в 5.35 утра, сразу после аэропорта. Направили к нам посольство, чтобы реализовать свое конституционное право. Выборы главы Казахстана проходят без порога явки. А также в бюллетене добавили графу против всех. Президентом станет кандидат, набравший больше половины голосов. Провокации становятся привычными в поведении украинской стороны. Очередная на границе с нашей страной сообщает Госпогранкомитет. Накануне около 16 часов на видеокамеру в железнодорожном пункте пропуска Словечна с украинской стороны выступовича попал вооруженный человек. Он незаконно пересек границу и зашел на территорию Беларуси. Здесь снимал местность на фото и видео. Также искал или устанавливал что-то в снегу, сообщает Госпогранкомитет. По данному факту проводится проверка. Очередная провокация в отношении Запорожской АЭС. На ядерный объект нанесена серия ударов. Только сегодня выпущено как минимум 15 ракет. Часть попала в систему охлаждения реакторов и в сухое хранилище ядерных отходов. Немедленно прекратить обстрелы призвал глава МАГАТЭ. Антироссийские санкции погрузили экономики европейских стран в кризис. Недовольство людей выливается на улицы в Париже. Акция протеста закончилась жесткими столкновениями с полицией. Тысячи людей вышли на улицы. Французская столица в честь четвертой годовщины начала акции «Желтых жилетов» требует от правительства прекратить поставки оружия на Украину и снизить цены на топливо. Мирная демонстрация была совсем недолго. Силовики практически сразу начали действовать жестко. Причем досталось даже тем, кто вел себя относительно спокойно. По сети разлетаются кадры, как жандарм ударил в лицо мужчину, который не проявлял агрессии. Усмиряли протестующих также дубинками и с листочивым газом. Среди митингующих более сотни пострадавших. Страсти вокруг одного аккаунта, который в очередной раз подтверждает раскол в американском обществе. Страницу Дональда Трампа в Твиттере восстановили. Аккаунт «Политика» был недоступен почти два года. Страницу заблокировали после штурма Капитолия сторонниками экс-президента США в январе прошлого года. Прежнее руководство соцсети посчитало, что публикации Трампа могут подстрекать пользователей к насилию. Новый владелец социальной сети Илон Маск решил пойти по другому пути. Провел опрос. За разблокировку аккаунта Трампа высказалось более 7 миллионов пользователей. Восстановленный аккаунт Трампа уже набирает популярность. Всего за 7 часов число подписчиков превысило 70 миллионов. Больше стало и комментариев под публикациями. Сам Трамп в своем блоге пока ничего не написал. До этого он заявил, что не планирует возвращаться в Твиттер в случае разблокировки. Еще один повод вспомнить о маленьких жителей нашей планеты. В календаре Всемирный день ребенка. Праздник отмечают в 129 странах. 63 года назад в этот день Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию прав ребенка. А в 1989 конвенцию. В документе говорится, что для гармоничного развития детям нужно расти в семье, атмосфере любви и взаимопонимания. В Беларуси забота о детях – приоритет социальной политики государства. Права и обязанности маленьких граждан защищены законом о правах ребенка. Для детей-подростков бесплатное образование и медицина – стипендии, льготы на питание и учебники. Финансово поддерживают семьи с детьми особая забота многодетным. Пособия и семейный капитал. Условия для адаптации в обществе создают и ребятам с особенностями. Спустя почти 100 лет в Витебске представили уникальный прижизненный портрет Якуба Колоса. Картина долго лежала в фондах и понадобилось несколько месяцев кропотливого труда реставратора, чтобы ее снова можно было выставить. Очень важно отметить, что в данном портрете картон имеет толщину 1 сантиметр. Если бы художник в то время использовал традиционный картон 1-3 мм, мы сегодня эту картину бы не увидели. Портрет написан, когда Колосу было чуть за 40, уже издана новая земля, блескоприсвоение звания народного поэта БССР. Но точная дата создания не установлена. На холсте, а точнее картоне, никаких отметок. Известно, что в 1925-м портрет экспонировался на первой всебелорусской художественной выставке в Минске. Его приобрели у художника Абрама Бразера и передали в фонды музея. Картина успела побывать даже в эвакуации, а к юбилею классика ее представили публики. Реставратор не просто убрал вековую пыль, пришлось даже использовать утюг, чтобы закрепить краски. Меня сразу фон начал потрясать. Пордо, внутреннее состояние художника, пламя, творческий порыв, постановка руки. И вот это очень интересный взгляд. А глаза, когда я работал с использованием увеличительных приборов, такое ощущение, что я прям попал в то время. Якубу Колосу 140 лет в этом году, Абрам Бразеру 130 лет в этом году. То есть два юбилея потянули друг друга. Якуба Колоса, мы знаем его величину, а Абрама Бразера Марковича мы только увидели. Хочется также сказать, что диапазон его таланта просто безграничен. Восстановленный портрет можно увидеть в Витебске на выставке, посвященной творчеству Якуба Колоса. Искусствоведы намерены еще детальнее изучить творчество самого художника. Известно, что до наших дней сохранилось около 10 его работ. Четыре из них в Беларуси, две в столице и две в Витебске. Эксперты ставят художника в один ряд с Шагалом и Пеном. Пепел, магма и раскаленные бомбы на Камчатке. Чрезвычайную активность проявили сразу два вулкана. Шевелыч уже почти готов к мощнейшему извержению, которое может начаться в любой момент. Ожидается, что с высокой скоростью начнут сходить потоки. И смеси газов, пепла и обломков пород будут и обвалы. Также стало известно, что Ключевская сопка начала выбрасывать вулканические бомбы. Предположительно, активную деятельность вулкан начал из-за землетрясения. Ученые ожидают, что извержения будут мощными. Любителям экстрима посоветовали держаться подальше.